Новосибирцы предложили собственные проекты развития Михайловской набережной. Народные идеи обсуждали сегодня на семинаре в Институте архитектуры и дизайна. Некоторые из них очень оригинально и неожиданно, например, устроить смотровые площадки на воде или в гигантских башнях на берегу. Лидия Захарова расскажет, как популярное место отдыха может измениться уже в ближайшие годы. Восемь команд напряженно работают около часа. Задача непростая – сделать набережную удобной и для велосипедистов, и для мам с детьми, и для пенсионеров. Сохранить деревья и найти место для парковки и кафе. Один проект, его разработали московские архитекторы, уже предложен – построить на участке между парком «Городское начало» и коммунальным мостом фан-зону к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Участники семинара единодушны – делать этого не нужно. Принципиальным решением, которое консолидировало нашу группу в первую же минуту обсуждения, было принципиальное вынесение фан-зоны на то место, где сейчас находится концертная площадка на набережной. Как вариант, довольно смелое решение – разместить смотровые площадки на баржах, стоящих на реке. Еще один сложный вопрос – парковки. Кто-то предлагает разместить их под коммунальным мостом, кто-то призывает и вовсе не приезжать на набережную на машинах. Неожиданная идея – сделать набережную экопарком, поставить ветровые генераторы и солнечные батареи и наглядно показать, как можно использовать энергию природы. У нас есть технопарк в Новосибирске. Это точка притяжения. Едут все иностранцы, все туристы. Это предмет гордости. И хочется, чтобы у нас появилась еще одна точка, которой бы мы гордились, в которую бы приезжали и смотрели туристы. Это набережная экопарк. Причем не в узком смысле, что только там будет зелень или чистота, а именно передовые экологические технологии. А вот потенциал участка под коммунальным мостом команды недооценили, считает архитектор Игорь Поповский. Между тем, неприглядная сейчас территория могла бы стать изюминкой набережной. Само место очень в отвратительном состоянии, потому что там есть шум, есть вот эта тяжесть вот этого транспортного потока, который вверху идет. Вот если это место превратить в памятник, скажем, того же моста, но уже реально живущего, с этими клепанными пятами, с клепанными теми арками, и это акцентировать, и создать соответствующие площадки, то в данном случае можно было бы это сделать уже на другое видение. Развлекательные площадки, кафе и пункты проката вынести в ту часть, что за коммунальным мостом, а участок с красивыми аллеями максимально сохранить. В этом архитекторы, дизайнеры, общественники сегодня были едины. И даже чиновники с ними согласились. Что Новосибирск, вот, вопреки всякой логике своего развития, как-то забыл про эту территорию, и она, слава богу, сохранилась. И как только мы ее начнем застраивать, а желание такое уже у города большое есть, вот эту вот синенькую сторону, здесь ресторан большой, постой, там еще что-то постой, еще, все, мы потеряем эту территорию навсегда. Какие из этих идей учтут в окончательном проекте, неизвестно. Благоустройство требует денег, а финансирование из федерального бюджета подразумевает ту самую фан-зону, от которой в своих проектах все решительно отказались. Лидия Захарова, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.